шалом друзья обыденный вопрос почему евреи возвращаются в эту землю ведь не все мотивируются сионистским видением многие вообще приезжают сюда казалось бы по чисто коммерческим и или как в шутку в израиле гает колбасным интересом почему зачем и как ну во первых скажу что господь бог делает это и я верю что он силен использовать любые обстоятельства чтобы обеспечить исполнение пророчества которое сказано еврейском народе но с другой стороны ответим на вопрос почему именно эта земля вы знаете есть такая не библейская или около библейской лика не каноническая как говорят книга книга юбилеев кстати в современных научных кругах израиля и многих религиозных кругах израиля этой книге дается достаточно серьезное мнение и уважение и я думаю что многое что там написано может не в буквальном смысле на может где-то аллегорически но вот именно идеи там подчеркиваются очень интересно я слышал не одну лекцию от профессоров иерусалимского университета кафедры где изучая священное писание что эта книга имеет под собой явно очень-очень вескую базу божественную базу короче говоря в книге юбилееров сказывается история что после того как ноах или но и по-русски и три его сына сим хам и яфет спаслись после потопа и заново стали расселять землю то перед этим они бросили жребий и по этой жеребьевке вот эта земля которая называется исраэль сегодня досталась сынам сима но ханаан сын хама вы помните историю его проклял ной и там тоже темная история была но не об этом сейчас речь он проклял его а ханаан говоря хуже уже не будет все равно проклят ноем а земля это мне нравится по всей видимости на территории этой земли был райский сад он захватил ее и по всей единстве он был достаточно силен что чем и его сыновья не смогли войти сюда и вот спустя много поколений бог говорит авраам уйди из земли своей и я приведу тебя в землю которую ты не знаешь то есть он не знал эту землю потому что никогда в ней не был даже не родился в ней не посещал никогда но он как потом акшема или сима знал что эта земля будет ему принадлежать и пошел туда изведывать или исследовать эту землю или точнее взять наследие в свои руки и вот с тех времен с тех времен всегда сердце евреев стремилась к этой земле и это было не только сердце религиозных евреев которые знали священное писание мы знаем что много светских евреев они загорались сионистской идеей их тянуло в эту землю и были разные попытки в разных местах основать еврейское государство или место где евреи могут жить до скончания века но никогда этот план не срабатывал потому что от начала господь бог зная предназначение направлял еврейский народ в эту землю кстати книга которую я упомянул книга юбилеев она рассказывает эту историю что сыновья другие хама и сам хам отговаривали ханаана чтобы идти наследовать эту землю они говорили смотри ной проклянет тебя или ты уже проклят а есть проклятие о пересечении границы эта земля нашему его детям и хам сказал ну как я повторюсь хуже уже не будет и они могли смотри берегись ты подвергаешь опасности полного истребления своих потомков потому что нарушаешь слово нашего прапрапрадеда ноаха ноя и очень может так быть что вы помните эту историю когда муж и вот опять-таки несколько поколений спустя уже по выходе из египта намеревался войти в эту землю и потом он передает узды правления еврейским народом иисусу на вину и уши обмену на иврите и когда они заходят в эту землю то господь бог постоянно озвучивает очень странная по человеческому разуму в формате гуманизма повеление уничтожь все и мужчин то есть воинов и женщин и детей подвергни их проклятию и некоторые говорят это вообще как-то не катит это не связано но она не может отражать творца гневающийся творец ненавидящий людей и многие говорят это ну знаете эти реплейсмент теологии замещения когда бог старого завета он был злой а бог это все ерунда на самом-то деле потому что в данном случае по всей видимости сыновья израиля под руководством мошей потом их еще обменуна исполняли то пророчество или повеление ноя будут истреблены за то что незаконно жили в этой земле и все вот эти амареи хитеи и в усеи и так далее если вы посмотрите по хронологии это все они были дети ханаана и вот совершилось пророчество до потопного дедушки ноя то есть у них слова были сильны и действуют в поколениях